Доброе утро! Начинаем работу. Сегодня мы поговорим о моллюсках и способах определения их возраста и изучения роста. Моллюски очень разнообразная и необычайно многочисленная группа беспозвоночных животных. Это тип, включающий 8 классов. И только представьте, свыше 200 тысяч видов. Невообразимое разнообразие. 5 классов из этого типа для промысла интереса не имеют. Они размещены слева. Это моноплокофоры, хитоны, соленогастеры, каудофариаты и лопатоногия. Те, которые справа, это наши объекты, это промысловые виды. Двустворчатые моллюски, брюхоногие и головоногие. Причем многие из этих групп являются важными объектами мирового промысла и российского промысла. Теперь, что такое регистрирующие структуры и для чего они нужны в биологии? Регистрирующая структура – это любая твердая структура организма, несущая отметки роста. Рост наш у всех не протекает так непрерывно, однообразно. Он всегда цикличен, он ритмичен. Это связано с ритмикой физиологии организма. И всегда на этапах, на фазах замедления роста появляются какие-то отметки на твердых структурах, которые лишь надо интерпретировать, определить их периодичность, посчитать и использовать в науке. Всем известен самый яркий пример регистрирующих структур – спил дерева, где видны годичные кольца. Очень похожие структуры мы можем наблюдать на шлифах ископаемых головоногих моллюсков-белемнитов. Вот это шлиф рострума-белемнита. И вы видите, там тоже есть годовые кольца, есть еще и более мелкие кольца. И вот этому белемниту, который умер порядка 220 миллионов лет назад, на момент смерти было 2 плюс возраст, как вы видите. По атолитам и вообще по регистрирующим структурам можно исследовать, восстановить рост всего организма. Для этого надо всего лишь определить корреляцию размера регистрирующей структуры, в данном случае атолита, трески, и размер рыбы. Что, собственно, и делают сплошь и рядом в промысловой биологии. У моллюсков это раковины, на которых часто видны отметки роста. И вот части этих раковин тоже порой несут очень хорошие ростовые отметки. Головоногие моллюски являются наиболее продвинутым классом типа моллюсков. Включают более 800 современных видов, ископаемых там десятки тысяч. И включают два класса. Наружная раковинная, наутилусы с двумя всего лишь родами, выжившими до нашего времени. И класса внутрираковинных или колеоидей с шестью отрядами. Это спирулы, один вид, каракатицы, около 100 видов, сепиолиды, 80 видов, вампиры, один вид. Осьминоги, отряд из двух подотрядов, плавниковые, 45 видов и бесплавниковые, 180 видов. И, наконец, кальмары, около 300 видов. Промысловое значение головоногих моллюсков наивысшее среди моллюсков вообще. Промысел бурно развивается, вылов растет. За последние 10 лет мировой вылов головоногих моллюсков вырос в более чем в три раза. С 1,5 млн тонн до 4,5 млн тонн. Регистрирующая структуру у головоногих моллюсков. Следующая. Это раковины, которые разнообразны. И вот тут представлены типы этих раковин. Это декальцинированная раковина, гладиус, такая хитин протеиновая структура, гибкая. Кальцинированная раковина, сапион каракатицы. И совсем уже редуцированная раковина, такие бывают у осьминогов, это стилеты. Статолиты. Органитовый такой кальцит, известковое образование, структура. Функциональный аналог атолитам рыб широко используется для определения возраста. Хрусталик глаза. Оказывается, по нему тоже на нем есть хрустовые отметки. Головоногие моллюски, колеоиды, имеют удивительные глаза. Они среди всех беспозвоночных имеют глаза функционально и морфологически, имитирующие глаза высших позвоночных, включая нас с вами. И они бывают очень большие. Как вы видите, глазное яблоко гигантского кальмара на руке человека. И мандибулы. Клюв. Тоже имеет ростовые отметки, даже видно на внешнем виде. Есть у них также и твердые структуры, которые для определения возраста никак не подходят. Прежде всего, это присоски. Присоски, они часто несут зубчики, роговые образования. Не подходят они потому, что в процессе роста ранние слои резервируются, а снаружи откладываются новые. И взрослая присоска не имеет начальных этапов развития. Иногда присоски эти преобразуются такими зубчиками. Зубчик один вырастает очень крупным, от какого-то кальмара антарктического мезонихотеотис. А иногда он становится вообще доминирующим. Тогда уже говорят не о присоске, она вот тут где-то была, а о крюке. Все это не годится для возраста. Раковина спирулы. Типичная раковина такая, моллюска, напоминает аммонита. Для возраста никто ее пока не смог использовать, потому что, по-видимому, там все есть внутри. Но только это нужно сделать такой вот шлиф в сагитальной плоскости, тотальный шлиф раковины. А она очень хрупкая и тонкая, никому не удавалось. И радула. Радула есть у всех моллюсков. Это хитиновая такая структура, как зубы акулы, рядами. У голоногих это либо 5 рядов зубчиков в ряду, либо 7, в зависимости от таксона. И новый ряд зубов образуется сзади, и эта лента ползет вперед, а старые выщелушиваются. Ну, конечно, никакой возраст тут не определишь. Начнем со статолитов, потому что это, так же как отолиты рыб, наиболее распространенная структура для изучения возраста, роста головоногих моллюсков. И, несмотря на трудоемкость процедуры обработки, это наиболее широко употребляемая структура. Это камушки в органах равновесия, в стетоцистах, которые находятся в основании головы кальмара. Внутри этого стетоциста, это пузырек такой, статолит висит, прикрепленный в одной точке. И в зависимости от движения кальмара он покачивается. Покачиваясь, он вызывает токи воды внутри полости стетоциста, эндолимфы, которые тут же улавливаются чувствительными полосками ресничного эпителия. Очень чуткая структура ко всякого рода ускорения. Тут показаны токи воды, которые возникают при различных движениях кальмара. А если мы его отшлифуем, причем это структуры, которые имеют размер от полмиллиметра, где-то до миллиметра и семидесятых, до полутора. И на мелких статолитах там ничего даже шлифовать не надо, вот у ранней молодой. На просвет все видно. А у крупных там либо надо шлифовать с одной стороны, у самых крупных с двух сторон. Так же, как на атолитах рыб, видны четкие слои нарастания. Вот посмотрите, в центре, вот центр находится здесь, его называют фокус, это начало отсчета. Здесь расположен зародышевый статолит, вот он виден здесь более темным. И от него идет первая стрессовая отметка, это вылупление, а дальше заработали часики. И в зависимости от формы статолита, ну, можно считать, либо считают обычно по самой выраженной, самой развитой части статолита. Вот, например, это командорский кальмар, здесь у него самое выраженное, это вот рострум, здесь наиболее широкие приросты, здесь и считают. И вот видно, как его считают. Но можно считать и вот поэтому, это называется латеральный купол, вот это вот дорзальный купол. Просто у других видов эти части статолита развиты больше. Вот это статолит другого кальмара, северный кальмар, бариотеи, вот из бариалис. Здесь ростурм развит значительно меньше, считают обычно по латеральному куполу. Как считать? Статолит штука такая объемная. И на шлифах приросты щита видны наиболее четко, если прирост расположен перпендикулярно шлифу. Ну, тогда вот на просвет смотрят и видно границу. Но дело в том, что приросты сами, вот немножко вот всякие бывают, кривые. И, кроме того, они, поскольку это объемная структура, не растут в одной плоскости. Они растут как-то вот так, изгибаясь. Поэтому штатолит тоже надо шлифовать не в одной плоскости, а чуть-чуть, следуя его контурам. Это довольно сложно. Сложно выдержать единую толщину шлифа. А к чему это приводит? Ну, бывают трудности в подсчете в результате. Вот видите, вот здесь, например, очень четкие видны светлые темные полоски. Светлая полоска образуется из кристаллов арогонита в течение дня, когда повышается концентрация карбоната кальция в эндолимфе и идет кристаллизация. Но кристаллизация идет на органический матрикс, на пленку органическую, которая провоцирует оседание кристаллов. И вот этот органический матрикс, он откладывается обычно ночью, и он имеет вид на средах темной полоски. Так вот, у некоторых видов, например, у лолига или океанических кальмаров стенотеутиса, у них органический матрикс почти не откладывается. Очень-очень тонкая эта полоска, слабая. И это приводит к тому, что растут сплошные кристаллы. И очень развита радиальная структура, она маскирует вот эти ростовые отметки. Вот посмотрите, вот как это все выглядит. Или вот здесь, на роструме лолига. Видны приросты в этой части, а дальше в обе стороны они исчезают. Иногда статолит просто становится мутным. Это бывает от длительного или неправильного хранения. Но вот у коммандорского кальмара это бывает еще и каких-то популяционных группировок. Читаемость. Она непосредственно зависит от правильной ориентации среза и от его толщины. На тонких шлифах материал статолита становится почти прозрачным, как стекло. Ну, чуть мутновато. И темные полоски вот эти вот, они видны на просвет. Но если шлиф толстый, ну, около 70 микрон, то, как видите, вот взгляд наблюдателя, в зависимости от положения фокуса, то есть плана резкости, видно часть шлифа, часть прироста, а на просвет видны другие его части. Это сильно маскирует картинку. Сильно маскирует. Слои становятся нечеткими, они плывут, они ветвятся, затрудняет подсчет. При толщине около 30 микрон все самым лучшим образом видно. А если тоньше становится, порядка 15 микрон, то у нас вообще становится очень прозрачный шлиф и снова пропадает контраст, считать трудно. Ну, вот, что происходит при слишком толстом шлифе. Трудно настроить план резкости. Вот если удается правильно настроить, то проявляются на фоне вот этих вот разных мелких слоев, которые представляют свои просто планы этого же самого слоя в других плоскостях. Но, тем не менее, видны, проступают основные слои. А если чуть-чуть сместить фокус, то все вот эти слои и дифракция этих слоев, интерференционная картинка, она полностью маскирует картину роста. Да, в итоге, значит, что мы имеем по статолитам? Мы имеем один статолит, одну цифру, количество дней в жизни животного. Суточная периодичность статолитов была подтверждена для многих видов многочисленными методами, например, химическое мечение, выращивание в неволе, когда был точно известен возраст животного, и стрессовые отметки, которые наносились, например, поимка, это тоже было показано. Это наиболее широко использованная структура для возраста. Она дает оценку, значит, возраст, и мы таким образом исследуем групповой рост популяции. То есть мы, обработав сотню животных, мы имеем 100 точек, по которым мы строим какую-то кривую. Гладиус состоит из трех, в типичном случае, три раковинных слоя. Это средний слой, он желтым показан, он растет от заднего конца к переднему, отложениями с внутренней стороны, и выклиниваются слои, хорошо видны на поверхности, на дорзальной поверхности. Наружный слой, он имеет вид такой вот чехла, шипа, а у некоторых кальмаров довольно развиты, например, у аникии робусты, дальневосточного крюченосного кальмара. Это такая морковка длиной 25 сантиметров и толщиной где-то 3-4 сантиметра, крупная структура. И внутренний слой, он откладывается на внутренней поверхности, задней части гладиуса, и растет, нарастает постепенно вперед. Каждый из них несет отметки роста. Начнем с наружного, вот этот вот рострум, шип. Такой вот хитиновый элемент раковины кальмаров, который нарастает чехликами. Начало роста идет от опекального заднего конца гладиуса, и здесь мы можем видеть все приросты этой структуры, и они видны вот так. Поскольку размеры структуры довольно большие, то и приросты, получается, не слабые. 30 микрон, 40 микрон, и очень четко видны. Их считать можно под бинокулярным микроскопом. Срезы делаются ножом микротомным, без всякой заморозки, без всякой проводки. Желательно просто зажать этот кусок в каком-то материале типа пенопласта. И считается, на этих структурах выявлена и доказана сузочная периодичность слоев, а на антарктических кальмарах была выражена и выявлена сезонная периодичность. То есть зимой кальмар рост медленнее, чем антарктическим летом. Средний слой, наиболее выраженный слой в гладиусе, это фактически сам гладиус. У него на дарзальной поверхности выклиниваются слои прироста, образуя такую рельефную структуру. У некоторых видов она очень хорошо видна. Вот так. Тут даже считать нечего. Все видно. Иногда она видна похуже. Иногда она видна совсем плохо. В зависимости от вида. В зависимости от возраста тоже. Считают от переднего конца по дарзальной поверхности назад. Недостаток этого метода, достоинство скажу. Достоинство в том, что структура равна по длине самому кальмару, мантии. И вот эти приросты, это суточные приросты длины тела. Впрямую. Берешь, считаешь и получаешь. Индивидуальный рост. Недостаток. В задней части, примерно одна треть, слои становятся не видны. Они маскируются покрытием наружного раковинного слоя. То есть, можно изучить и восстановить, реконструировать индивидуальный рост, но только на части жизни. Нужна еще одна точка, возраст. И тогда мы получаем индивидуальную картинку. Внутренний раковинный слой. Чтобы его точно весь посчитать, нужен сагитальный срез, вот такой вдоль, захватывающий конец гладиуса. Но это сделать довольно трудно. Обычно делают поперечный срез на какой-то, ну, поближе к этому заднему концу. В этом случае мы имеем такие вот приросты. Их суточная периодичность тоже была подтверждена на ряде видов. В сравнении со статолитами. Недостаток в том, что мы всех слоей не захватываем, а захватываем только вот начиная отсюда. Вот эти зародные слои, тут надо делать поправку. В разных группах, у разных видов выражен лучше то один слой, то другой. Поэтому иногда два слоя по двум. Вот у беритеутиса можно посчитать по двум слоям. Но в каждом конкретном случае надо смотреть, по какому слою тут лучше считать возраст. Наконец, стилеты осьминогов. Это вот такие палочки, которые в толще его мантии находятся. Это рудимент раковины. Оказалось, что на их срезах, вот здесь, если поперек порезать, четко видны приросты. Все прекрасно. Была показана их суточная периодичность. И осьминоги, стилеты их используются для определения возраста у ряда видов бесславниковых осьминогов. Вот раковина каракатит, цепион. Я ее даже с собой тут снял. Это вот такая структура здоровая. Потом можно подойти посмотреть. Вот. И смотрите, у нее на вентральной стенке, вот здесь, в стороне, четкие такие приросты. Вот они видны. Вот. Но, оказалось, но. Их периодичность не суточная. Эксперименты показали, а каракатис хорошо выращивает неволе. Так вот, эксперименты показали. В начале, периодичность суточная у молодей, ранней молодей, у личинок, все идет по суткам. А дальше идет вот такой веер. И ширина этого веера дисперсия зависит от температуры. В холодной воде замедляется образование новых приростов. В теплой воде идет быстрее. В целом, не суточная. И использовать невозможно. И клюв. Вот этот мандибул. Используют верхнюю мандибулу, как правило. Здесь на шлифах, в сагитальной плоскости, проходящих через кончик, вот этот кончик клюва, здорово видны, вот по опекальной вот этой вот линии, вот увеличенной части фрагмента, здорово видны приросты. Очень хорошо, потом увидите. И такие же приросты, и это те же самые приросты, с той же периодичностью, видны на внутренней поверхности, просто рельефно они, внутренней поверхности крыла, боковой стенки этого клюва, вот в нижней части. Можно оценить возраст суток, сутках. Вот на клювах, на этих шлифах видны такие отличные приросты. И исследовано несколько видов, это и каракатицы, и лолиго, и беритеутис. Хочу сказать, что вот эти шлифы сделал мой коллега Федор, у которого они получаются значительно лучше, чем публикуемые за рубежом. И эти же слои приросты можно считать на боковой стенке и основании клюва, вот в этой части. Они просто видны невооруженным глазом, ну то есть вооруженным глазом, да без всякой обработки. Хорошо считается у молоди, но потом у взрослых вот такой способ не удается использовать. А, еще хрусталик глаза, да. Для определения возраста он пока еще не использовался. Хотя показано, исследования проведены, они показали, что четкие слои нарастания есть, они есть у разных видов, но их ширина примерно такая же, как у статалитов, то есть порядка трех микрон, но здесь нужно доказывать суточную или какую-иную периодичность. А теперь я передаю слово Федору. Пожалуйста. Спасибо, Вячеслав Александрович. Коллеги, я хочу сейчас на минутку отступить от рыбохозяйственной науки и задать вам вопрос. Что общего может быть у Пилигрима и императора Истиньяна Великого? Есть какие-нибудь предложения? Моллюски, ясульки. Отличный ответ. Именно. Спецификой своего облика оба обязаны моллюскам. Причем первый обязан двустворчатому моллюску Пектону и Пилигриме, а второй брюхоноговому моллюску Мурикс Брандарис. Со вторыми причем связана замечательная история, исторический анекдот. В середине XI века в Византии произошел кризис. Это был кризис, с одной стороны, политический из-за смены ряда императоров, а с другой стороны, произошел кризис и экономический, поскольку большое количество императоров требовалось большое количество пурпура, производимого из моллюсков, в результате чего запас был подорван. Так вот, возможно, это первый задокументированный случай переосвоения брюхоногих моллюсков. Вопрос. Могли ли византийцы древние избежать такой ситуации? Могли, если бы правильно управляли запасом. А для этого им необходимо было оценивать возраст брюхоногих моллюсков. Какими инструментами, какие инструменты нам предоставляет брюхоногий моллюск для определения своего возраста? Ну, в первую очередь, это, конечно, очевидно, раковина. Кроме того, оперку или крышечка. И, наконец, третий инструмент – это статолит. По порядку самого простого. Начнем с раковины. И с тех самых муриксов, о которых я уже говорил. В легком случае, так как у мурикса, например, устье раковины несет весьма специфические, характерные элементы структуры. Шипы, выросты и тому подобное образование. И каждый раз, прирастая в ходе каждого сезона, образуется новая серия шипов. То есть, в случае с данным моллюском, нам достаточно просто посчитать количество рядов шипов. Отличный случай. Другой пример немножко потяжелее. Это уже наш моллюск. Это моллюск из рода Нептунэя. Здесь мы тоже видим, вообще-то, годичные приросты. На раковине. Однако, помимо годичных приростов, появляются уже и выраженные стрессовые отметки. Причем, в зависимости от продолжительности и силы стресса, отметки могут достигать размеров годичных приростов. Это уже сложно. Но бывает и хуже. Как на случай с моллюсками из рода Букцинум, здесь уже все серьезно. Приросты годичные отметки тоже видны, но при этом они практически полностью скрадываются скульптурой поверхности раковины. Но надо сказать, что это еще не самый худший случай. Бывает и хуже. Бывают раковины с крайне выраженными и хаотично расположенными выростами. Уже не посчитаешь, как у Мурикса. Бывают раковины, как у моллюсков из рода Клинопегма, с выраженными ребрами, тоже затрудняющими подсчет. А кроме этого, у нас могут быть сколы, обломанные части раковины, или раковины могут быть покрыты обрастателями настолько, что отметки не видны уже вообще. Что нам делать в такой ситуации? Есть ли выход? Выход есть всегда. Иногда достаточно просто перевернуть моллюскы и посмотреть на внутреннюю поверхность раковины. В случае с галиотисом или морским ушком вполне все хорошо видно. Отметки выражены, все замечательно. В других случаях раковину приходится резать, как в случае этого морского блюдечка Пателлы. Но и на срезе отметки видны хорошо. Но, допустим, нам не удалось добиться результата положительного ни с тем, ни с другим. У нас есть другие структуры. Например, у большинства брюхоногих есть оперком. Оперкомы также крайне значительно различаются в отношении качества как инструмента для определения возраста. На некоторых отметки видны хорошо, как на моллюсках из рода клинопегма. То есть по раковине возраст клинопегмы мы определить не сможем, зато у нас есть отличный оперком. У моллюсков из рода Нептуне также замечательно видны приросты. А вот с букцинами, которые у нас являются основными промысловыми видами, ситуация похуже. И смотришь на такую крышечку, и возникает неизбежное искушение посмотреть на нее не с внешней стороны, где масса приростов годичных скрыта массой же приростов стрессовых, не приростов, а отметок стрессовых или штромовых. И вот мы захотели перевернуть крышечку, но... И увидели отметки на ней даже. Но надо помнить о том, что отметки на внутренней поверхности крышечки образуются не в результате сезонных изменений в росте моллюсков и раковин, а исключительно связаны с приростами мускульной ноги моллюсков. То есть возраст эта структура не показывает. Ну, хорошо. В случае с совсем уж тяжелыми случаями, так как букциниды, у нас есть еще один инструмент — это статолиты. Кроме того, статолиты пригодны для определения возраста, например, галлажаберных моллюсков, у которых ни раковин, ни оперкома нет. В принципе, статолиты брюхоногих мало отличаются от статолитов головоногих, про которых уже рассказал Вячеслав Саныч. Ну, главные отличия, в первую очередь, в том, что они имеют куда более простую структуру — это просто шарики и щенки. При этом, с другой стороны, они обладают одним заметным недостатком по сравнению со статолитами головоногих — они гораздо меньше. Средний размер статолита брюхоногого моллюска — это где-то треть миллиметра. И это еще, если нам хорошо повезло, животные достаточно взрослые. Вот как они примерно выглядят. Как нам добыть статолит из моллюсков? Если раковина и оперком лежат на поверхности животного, статолит приходится извлекать. Для этого выполняется сагитальный разрез. Вот здесь, в кружочке. Его не видно на экране, но он там есть. На сагитальном разрезе мы можем обнаружить статоцист животного, в котором находится маленькая-маленькая пища. Извлекаем и получаем вот такой вот шлифованный статолит. В случае, если животное молодое, и в отношении ряда видов достаточно просто посмотреть на поверхность. Естественно, под увеличением, под микроскопом, под проходящим светом. Посмотреть на этот самый статолит, и возраст уже будет виден. Вот как вот здесь, например. В других случаях все гораздо тяжелее. Ничего не видно на поверхности. Статолиты могут быть мутными, или статолиты могут иметь какие-то странные образования внутри. Ну вот здесь два примера. С одной стороны, отлично читаемый статолит моллюск из рода Нептунея. Мы видим и выклевное кольцо, отметку, и один год, второй, третий, и больше есть. С другой стороны, моллюск из рода Кленопегма. И мы видим только выклевную отметку. Ну, в таком случае статолит можно отшлифовать. Но, опять же, шлифовка статолит несет в себе небольшой риск. Это статолит моллюска Бокцина вундатом. И здесь мы видим, что у моллюска отлично видны приросты на неотшлифованном статолите. Причем как под проходящим светом, так и, в общем-то, они видны на отраженном свете. А вот при шлифовке появляются, становятся видны. Они не появляются, они становятся видны. Многочисленные мелкие отметки. Это, опять же, стрессовые отметки, те же, которые мы видим на раковине или на перконе. Так что иногда надо не торопиться. Другой вопрос. Какое животное неколониальное имеет самую высокую продолжительность жизни? Есть предложение? Двустворчатый моллюск. Да-да. Двустворчатый моллюск Арктика-Исландика. Максимальный возраст, которых на данный момент зафиксирован, 507 лет. Даже, в общем, акулу побили. Возраст этого животного тоже можно определить. И для этого у нас есть два основных инструмента. Это раковина и это легамент. В каждом поподробнее. Я думаю, не стоит особо углубляться в разнообразие раковин двустворчатых моллюсков. Понятно, что оно неохватно просто. Но хочу я сказать, что в большинстве случаев по раковине двустворчатых моллюсков возраст можно определить невооруженным глазом, не пользуясь никакими дополнительными инструментами. Все и так прекрасно видно. Приросты пигментированы. Край раковины пигментирован. И мы видим пигментные кольца. Или они имеют хорошо выраженную скульптуру. А иногда они могут иметь и то, и другое. Но не всегда нам так везет. Например, в случае с гребешками, хламесами, раковина покрыта чешуйками. Или, может быть, все гораздо хуже. Раковина может быть сплошь покрыта обрастателями. Вот это вообще крайний пример. Она еще и отколота может быть. Что делать в таком случае? Ну, иногда, вообще говоря, можно ее просто перевернуть. И так же, как и в случае с гелиотисом, мы хорошо видим приросты на внутренней поверхности раковины. А иногда этого не хватает. В таком случае раковину приходится резать. На срезе мы вот эта вот раковина того самого гребешка хорошо видим отдельные годичные приросты. Притом приросты и отдельные слои видны на каждом из слоев раковин. Интерес представляет еще и вот этот вот фрагмент у нас с двух сторон. Во-первых, эта часть, хорошо, эта часть, где у нас находится легаментный шрам. Часть эта, с одной стороны, хорошо подходит для определения возраста, пользуясь не оптическими, а химическими методами. То есть возраст, вообще говоря, мы моллюсков можем определить не только по визуально, с помощью микроскопа, но и с помощью анализа химического состава. По наличию и по процентному содержанию отдельных групп микроэлементов мы можем разделить свои образовавшиеся в летний и зимний периоды. И в таком случае мы даже можем наложить картинку оптическую на химическую. Как правило, так и производится валидация отметок. С другой стороны, эта часть представляет для нас интерес в том плане, что, как я уже сказал, это зона легаментного шрама. И сейчас я хочу вам пару слов рассказать и сказать про легаменты. Легамент – это хитиновая перемычка, стяжка, обеспечивающая прикрепление двух створок раковины. И в некоторых случаях он представляет собой единственный инструмент для определения возраста двустворчатого моллюску отка, например, у этих гребешков. Однако стоит помнить, что в отличие от большинства раковин, которые достаточно прочные, они обеспечивают сохранность моллюск от врагов, естественно. Легамент – структура хрупкая, и если прилагать к нему достаточное усилие, возраст мы определить не сможем. Вот вам пару примеров. Ну что ж, пора переходить к заключению. Основные выводы вы видите на экране, но я хочу еще раз от себя сказать, что не стоит полагаться на одну структуру. В каждом отдельном случае выбор структуры должен определяться в первую очередь поставленной задачей, потому что, как Вячеслав Александрович сказал, по гладиусу мы можем измерить индивидуальные приросты. С другой стороны, по клюву, статолиту или статолиту трубачей мы можем определить возраст с большей точностью. С другой стороны, стоит все-таки помнить о индивидуальных особенностях вида, особенностях биологии, особенностях строения. Вспомним трубачей Муриксов и трубачей Вукцинит. Кроме того, особое внимание стоит уделять валидации периодизации образования отметок. Почему? Опять же, вспоминаем про сепионы, вспоминаем про хрусталики, вспоминаем про ракоины и оперкулом, и мы все понимаем. Что ж, спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...